Здравствуйте! В эфире Мужского областного новости. В студии Евгений Макитрюк и коротко о главных темах дня. В максимально сжатые сроки в жилые дома Белогорска после коммунальной аварии вновь вернулось тепло. 10 суток за дебош. За хулиганством на борту арестован пассажир авиарейса Екатеринбург-Благовещенск. Встали в пробках. Автомобилисты Благовещенска жалуются на сильные заторы на Калининском переезде. Ралли на границе. В феврале на Амуре впервые пройдет международный фестиваль автомобильного спорта. В жилые дома, детские сады, а также школы Белогорска вновь вернулось тепло. Но, напомню, из-за коммунальной аварии, которая произошла 6 октября, без теплоснабжения оставались более 60 домов, а также 15 социальных объектов. Подключение по резервной схеме ситуацию исправило частично. Холодными по-прежнему остаются городская администрация, спортивная школа и школы искусств. Вчера, когда случилась эта авария, но по факту это не авария получилась, а получился несчастный случай. Дело в том, что мы методом прокола в земле меняем канализацию. И получилось так, что люди, которые приехали из Хабаровска, занимаются тем вопросом на специальном оборудовании, они знали, что у нас там под землей на глубине 3,20 идет теплотрасса. Но вот как-то вот в земле умудрились попасть в эту теплотрассу, и в итоге произошла эта авария. Благо, что все это мы делали, делаем осенью, а слава богу, что еще не приходится этим заниматься зимой. Ну, хотя по факту состояние сетей в Белогорске вызывает очень серьезную озабоченность, потому что процент износа от 70 до 80 икс. Плюс 17 градусов и ледяные батареи. Отопительный сезон Благовещенский официально стартовал еще 1 октября, однако жители одной из улиц в районе Астрахановки целую неделю продолжали мерзнуть в своих домах. Причина – порыв теплосетей на соседней улице. Подробности смотрите далее. Сергей Бурлаков с супругой Галиной в Благовещенск из Курска переехали два года назад. По словам главы семьи, они знали, что в Преамурии климат прохладнее. Но чтобы так – дом 82 квадратных метра, оборудован четырьмя батареями, каждая по 10 колен. Однако жильцам приходится кутаться в теплые одежды. Домашний термометр застыл на отметке плюс 17 градусов. Причем к отопительному сезону мужчина подошел со знанием дела. Я имею два технических образования, высших, знаем, как это все делать. Мы готовились к отопительному сезону, спускали воздух, ну, как это положено. На чайме, говорят супруги Бурлаковы, сложнее всего. В это время уличная температура может опускаться до минусовых отметок. Спасает вот этот крохотный обогреватель. Между тем, с 1 по 4 октября, рассказывает Сергей, он обзвонил все известные коммунальные инстанции. Но так и не добился ответов на свои вопросы из-за банальной бюрократии. Из этих телефонов до одного дозвонились. Нам сказали, это вот позвоните по этим. Дали три телефона других. Отсюда, говорит, ну это ладно, я вам подскажу. Вот дали еще один телефон. К слову, без тепла в переулке Полевом находился не только коттедж Сергея Бурлакова, но и остальные дома. В амурских коммунальных сетях нам пояснили, рядом с этими жилыми строениями в переулке Райчихинском произошел порыв теплосетей. Что именно было нарушено, коммунальщики комментировать не стали, пока не выяснят причину. Однако, пока материал готовился к эфиру, Сергей Бурлаков рассказал, что вода в холодных батареях и его дома все же зажурчала. А значит, нужда в теплых одеждах и обогревателе осталась позади. Ольга Сысоя, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Свободненский район раньше других территорий завершит уборку овощей. План уже выполнен почти на 100%. Аграрии района собрали порядка 200 центнеров овощей из гектара. На втором месте Тамбовский район. На территории выполнили немногим более половины от общего плана, замыкая тройку лидеров. В Серышевский район здесь обработано 3 гектара полей из 5 запланированных. В целом, по области овощи сегодня убирают на 243 гектарах полей. Из запланированных 480 в день получают почти 700 тонн овощей. Аграрии ведут уборку капусты, моркови, свеклы, картофеля. Кстати, Амурская область каждый год занимает первое место на Дальнем Востоке по производству сельхозпродукции. Стоит отметить, что сейчас сельхозтоваропроизводители также заняты уборкой сои. Ход работ по сбору главной культуры региона накануне оценил глава Преамурья. Здесь урожайность какая? Пока еще не знаю, но на вид 20-22. Аграрии компании АНК Холдинг сообщили, всего обрабатывают порядка 45 тысяч гектаров, из них половина отдано под сою. Из-за дождей не смогли посеять порядка 5 тысяч гектаров сельхозкультур. Сегодня из-за переувлажненности не могут убрать 3000 гектаров зерновых в Октябрьском районе. В будущем хотят приступить к поэтапному восстановлению мелиоративной системы полей, а также построить современную семенную линию. Мелиорация – это сегодня, конечно, ключевой вопрос в дальнейшем увеличения и воловки, и эффективного использования нашей земли. В чем сегодня проблема? В том, что на протяжении уже более 25-30 лет, что с мелиорацией, в принципе, никто не занимался. Также Василий Орлов посетил поля агрофирмы «Зарева». В хозяйстве рассказали, в этом году посевная площадь выросла на 3% и составила 8300 гектаров. Из них посевы сои – 5400 гектаров. От переувлажнения пострадало 2000 гектаров посевов. В целом по области сою предстоит убрать на 660 тысячах гектаров. По последним данным, уже убрано 50 тысяч гектаров. Средняя урожайность чуть больше 13,5 центнеров с гектара. Больше всех собирают в Ивановском, Константиновском и Тамбовском районах. К слову, Преамурья – лидер по производству сои. В областном правительстве планируют предоставить господдержку амурским сельхозтоваропроизводителям в приобретении 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов ежегодно. Анастасия Петраш, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Развитие туризма и экспорт амурской сельхозпродукции, сотрудничество Преамурья с провинцией Хайлунзиан обсудили на прошедшей встрече в правительстве региона. В Волговещенск прибыл генеральный консул КНР в Хабаровске ЦУИ ГОДЗЕ. По словам губернатора, с момента прошлой встречи, которая состоялась почти год назад, достигнуты новые значительные результаты в сотрудничестве с провинцией Хайлунзиан. Как сообщает пресс-служба правительства региона, стороны обсудили вопросы наращивания поставок сельхозпродукции на китайский рынок. На прошедшем Восточном экономическом форуме заключен крупнейший контракт на экспорт сои в Поднебесную. Его сумма – 12 миллионов долларов. Более 30 тысяч тонн главной амурской культуры отправится в Китай. Выросло число туристов из Китая. В этом году Преамурья посетили более 100 тысяч туристов. В феврале 2020 года на границе планируют реализовать новый спортивный проект – первый международный фестиваль автомобильного спорта на реке Амур. «Предполагается, что автомобильное ралли пройдет на фарватере нашей общей реки со стороны КНР», – отметил Василий Орлов. Трудовые отношения, выплата заработной платы, транспортная доступность и медицина. Эти, а также другие темы подняли на встречи с амурским губернатором представители отраслевых профсоюзов. По традиции, она прошла 7 октября в Благовещенске с участием представителей областных министерств. Что волнует амурские профсоюзы сегодня, смотрите в материале нашего корреспондента. Одна из обсуждаемых – тем реорганизация станции скорой помощи по проекту Корпорации Ростехнологий должна была передать около 30 спецавтомобилей в Благовещенск и взять на управление станцию. Работу медучреждения планировали разделить на два блока – медицинский, непосредственно работа медиков и обслуживание населения, второй – технический, работа водителей, механиков, обслуживание транспорта. Однако пока реализацию этого проекта приостановили. Пошла, как у нас это сейчас часто бывает, лживая информация, фейковая информация о том, что мы собираемся в частные руки эту скорую помощь дать. Все это неправда, не соответствовало действительности. Мы эту работу приостановили. Но из хороших новостей, сейчас Минпромторг возобновил программу безвозмездного предоставления техники регионам. У нас в плане на этот год 16 автомобилей скорой помощи, чуть больше 30 единиц машин по детям, по школьным автобусам. На встречу с чиновниками в областной центр приехали несколько десятков представителей профсоюзов региона. К примеру, в Райчихинске в непростой ситуации оказались уборщики, дворники, сторожи детских садов и школ. Известно в связи с ростом заработной платы, вспомогательному персоналу сократили зарплатные ставки. В качестве рекомендации, в том числе и вам, как представителю профсоюзов, провести нормирование труда, фотографии рабочего дня, смотрим, что человек делает за ставку, получается минимальная оплата труда, и все сразу вопросы могут отпасть. Просто так, без каких-то нормативных документов, это делать, на мой взгляд, недопустимо. Поэтому готовы с вами встретиться, обсудить, и все, что касается системы образования, проработаем. В ходе встречи губернатора, а также профильные министры ответили на заданные вопросы в числе рассмотренных, обеспечения жильем пострадавших в результате прошедшего паводка, осуществление деятельности профсоюзных организаций, газификации региона и областного центра в частности, отдельные проблемы в образовательной и коммунальной сфере, строительство второго моста через реку Зея, международного мостового перехода через Амур, а также канатной дороги. Вопросы тех, кто не успел их озвучить в ходе встречи, уже в письменном виде передали в правительство области. Каждый раз смотрят компетентные специалисты. Встречу профсоюзного актива области с губернатором и профильными министрами проводят в рамках международной акции за достойный труд. Она проходит ежегодно более 10 лет по решению Генерального совета Международной конфедерации профсоюзов 7 октября более чем в 130 странах мира. На 10 суток арестован пассажир авиарейса Екатеринбург-Благовещенск. Как следует из заявления Борпроводника, 38-летний мужчина выражался грубой, нецензурной бранью, выражал явное неуважение к обществу, на неоднократные замечания никак не реагировал. Инцидент произошел в прошедшие выходные 5 октября. Авиадебошира задержали сотрудники транспортной полиции в аэропорту Благовещенска. Нарушитель был доставлен в медучреждение на освидетельствование. Согласно заключению, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге был составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина признан виновным по статье «Мелкое хулиганство». Жизнь пробки. Автомобилисты Благовещенска жалуются на сильные заторы на Калининском переезде. Ситуация особенно обостряется в часы пик. Одни говорят, причина в ремонте улицы, другие видят проблему в поездах, которые везут топливо на ТЭЦ. Когда завершится ремонт трассы? И действительно ли железнодорожный транспорт перегораживает пути в самое востребованное время? Ответы на эти вопросы искала съемочная группа Амурского областного. Пробки на Калининском переезде давно не новость. Но если раньше стоять в очереди приходилось только в часы пик, то в последний месяц ситуация заметно ухудшилась. В августе на одной из главных магистралей города стартовал ремонт. Благовещенка Наталья Наделяева тоже попала в затор на Калинина. Проверила, пешком идти получается быстрее, нежели ждать проезда. Всем привет. Мне давно это хотелось сделать, сидя в машине за рулем или на пассажирском сидении. В общем, муж меня высадил на перекрестке Калинина рабочая. И я совершенно спокойно, быстрее, чем все машины. Иду в газетный комплекс. Вы знаете, я дойду быстрее, чем те машины. Они вот там все сзади. Те, кто живет в микрорайоне, регулярно опаздывают на работу, рассказывает Наталья. Утренние пробки на всех магистралях, ведущих из этой части города. Если раньше можно было подгадать по времени и проехать с минимальным простоем, говорит Благовещенка, то сейчас, во сколько не выехал, все равно на работу приедешь впритык. Когда начали делать ремонт на улице Калинина, где ежедай переезд, то это вообще просто коллапс. Я вчера для интереса просто ехала в пять часов, например, там. Ничего к девяти часам не изменилось. То есть такое ощущение, что город просто вот там весь стоит. И меня вечером вот ввез муж. Я вышла за два квартала до места, куда мне нужно было добраться, потому что это было нереально доехать. Я дошла быстрее эти два квартала, чем вот эти машины, которые ехали под дороги. Еще одна беда, провоцирующая пробки, говорят автовладельцы поезда, которые ходят по Калининскому переезду. Водители жалуются, якобы железнодорожный транспорт проходит в часы пик. Бывший мэр Александр Калядин рассказывает, такая проблема была давно. В начале 2000-х ее удалось решить благодаря личной договоренности. Приехал к Витковскому, говорю, вот такие дела, значит, шалишь в городе, не даешь проехать. Надо решить. У меня простое будет, и понятно, что простое. С Пинковым договорились, что он готов принимать в какое-то время. Вот и все. Ну, понятно, что Квитковский не самостоятельно это принял решение. Он созвонился за войскальским, с свободенским отделением, за БЖД. Ну, там тоже пошли навстречу, и проблема решена. По словам начальника станции Благовещенск, железная дорога работает круглосуточно. Вагоны с углем, которые доставляют топливо на ТЭЦ, отапливающую весь город, по-хорошему должны подаваться 24 часа в сутки. Однако железнодорожники тоже понимают, что это создаст транспортный коллапс. Поэтому в часы пик вагоны не пускают и не планируют этого делать в будущем. Мы рассмотрели, то есть в час пик с 7 утра до 9 утра переезды не будем занимать, ни Калининские, ни Мухинские. И с 5 вечера до 6 вечера тоже переезды будут свободны. В обедный перерыв мы будем обязаны подавать данные вагоны, потому что утром и вечером мы ограничили подачу вагонов из-за продвижения автомобильного транспорта через переезды. Ночью, естественно, мы будем загружать основную массу ночью. Подачу вагонов, уборку вагонов с путей по ПЖТ, как туда, так и обратно. Владимир Лисицын пообещал, еще раз проведет контроль времени подачи вагонов. Между тем, ремонт на Калининском переезде тоже подходит к концу. За время работ был выполнен демонтаж старого основания. Заканчивается установка бордюрного камня, уложен выравнивающий слой. В первую очередь был закончен перехресток непосредственно, где была нанесена дорожная разметка сразу же для удобства проезда автотранспорта. И дальше произвели работы между ЖД-переездом и кольцевой развязкой. На сегодняшний день нам осталось, как я уже сказал, установить бордюрный камень, оставшийся, и положить на второй полосе верхний слой щема, щебеночный масличный асфальтобетон. Полностью завершить все работы и открыть движение дорожники планируют уже на этой неделе. Главное, чтобы погода не подвела. Так что вполне вероятно, уже через несколько дней проехать по Калининскому переезду можно будет без настолько больших пробок. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На этом выпуск завершен. Напомню о развитии событий. Вы всегда можете узнать на нашем сайте amurobul.tv. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Амурского областного. Я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!